Друзья, всем привет. Я продолжаю трансляцию по Ori and the Blind Forest. Прошли мы практически 70 с чем-то там процентов игры, я уже не помню. Остановились на уровне... Давайте посмотрим. По-моему, Долина Ветров, если не ошибаюсь. А, Долина Ветра, да, 7-6 процентов. Как видите, нам осталось собрать одну ячейку жизни и 6 ячейк энергии. Общее время 10 часов. Ну, кстати говоря, не так-то мало для платформера, в общем-то. Это не мало, на самом деле. Кстати, только сейчас вообще обратил внимание, что там время прохождения указывается. Да. Это же не время сервера, правильно? Ну да. Так. Я, как обычно, подзабыл немножко управления. К сожалению, сейчас времени на стрим не всегда хватает. И не всегда я его столько имею, сколько вообще хочется. А хочется вообще каждый день стримить, каждый день играть. Но... Как говорится, хорошо понемножечку. Так. Давайте посмотрим карту, потому что я вообще уже... Честно говоря, реально подзабыл. Так. Нам нужно... Солнечный камень учили скорби. Это у нас... Это вот... Вообще, да, я вообще здесь не был. Угу. Так. Вот здесь какой-то поток стопудово какой-то секрет. Нет. Угу. Да, действительно, видимо, ничего нету. Ну ладно. Так, он нас уже поджидают. Так, давайте посмотрим, как мы пойдем. здесь вот ячейка энергии но в общем то на самом деле большинство апгрейдов так если можно выразиться и умение до сих пор не могу взять до сих пор не могу взять может я не знаю как эти вот вертикальные стены пока еще ломать а ну да видимо нам нужно идти вот сюда допустим поскольку есть не было просто когда пытался потянуть потому что это что у нас верхние трясины ну не знаю давайте попробуем тогда поднимемся вот сюда сходим потому что ну куда нам еще идти то муж явно не сюда пошли там подняться не могу так здесь я не могу это разрушить эти также не могу я да в общем давайте тогда пойдем как нас ведет игра так так не все правильно да ребята я извиняюсь все нормально просто надо проверить кое-что так ладно так здесь у нас карта дам да есть ничего нету так один момент все ребят дико извиняюсь техническая проблема небольшая балла так ну и что мне с тобой делать то ясно так посмотрим здесь можем подняться кстати говоря здесь знак вопроса да ладно а действительно посмотрите кстати вот на карте как знак вопроса выглядит интересно это совпадение или ли что-то здесь есть нет скорее всего это а-ля истерия как какой-нибудь эстер x так давайте глянем у меня здесь ничего нет ну судя по всему поскольку вот мы прошли этот уровень долины метров да и эссенцию так не здесь эссенцию ветра вернули вот она видимо в каких-то все таки подъемах ну будет дуть ветер так понять я так понимаю то есть какие-то воздушные потоки и те места куда изначально вообще нельзя было попасть ой как мало жизни у меня то теперь скорее всего эти локации уже будут открыты так давайте-ка мы наверх поднимемся пока те ребятки пусть отдохнут тогда вот смотрите ну как бы по логике вещей нам нужно вот сюда но мне также интересно вот здесь вот местечко вот это вот здесь как бы вообще есть проход на самом деле но вот да да вот видите и вот эта стенка и не знаю что с ней делать надо как-то перевернуть у нас и ну да вот видите вот он скилл видимо при прыжке что-то непонятно в общем да что-то видимо будет скорее всего поэтому вот к сожалению такие места я пока пропускаю и и здесь не знаю давайте глянем быстренько до смотрел быстренько так благодарю да соответственно здесь тоже самое давайте поднимемся тогда так здесь ничего нет смотрите как интересно на вообще уровень преобразился классно так здесь ой я опять не сохранился так здесь только жизни и кристалл энергии но он лишним не будет на самом деле как раз таки сохранимся и давайте поднимемся наверх потому что на самом верху где кур у нас всячески пыталась настигнуть я не мог подняться потому что банально шипы мешают и нет никакой стабильной не опасной платформы вот сейчас да вот мы поднимаемся да 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 скорее всего теперь я смогу подняться туда я на это очень надеюсь так вот этих ребят мы вообще можем тогда да здесь я был давайте сохранимся сразу потому что здесь вот эти ребятки да все правильно действительно опа 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 отлично так скилл да да класс два только два да два нам нужно три по моему сейчас надо посмотреть так мы еще даже можем выше подняться да ладно и прям к долину ветров наверное да ребят не только не говори что это реально так а ты господи ущелье скорби действительно ха ха вот посмотрите прикол то весь том что я то думал что нам нужно вообще сюда ребят не понятно что это за уровень ну то есть я надеюсь от него туда вернемся когда-нибудь а да так вот почему я не взял а вот эту вот ячейку энергии почему я не взял хотя вроде там то открыто ну вроде бы да но все таки давайте-ка я быстро сбегу во первых это рядом это реально рядом все таки хочу посмотреть потому что уровни в игре уровни в игре имеют свойство иметь левел дизайн так сказать или evolution если так можно выразиться так эти три ветки вот две ветки я уже вкачал увеличивают урон и позволяет пробивать сквозь врагов ну давайте почему бы и нет секунду так да в общем интересно левел дизайн на самом деле потому что вот обычно платформеров, ну, когда играешь, все время как-то, ну, вот, надо туда идти, надо туда, и все время как-то вот тянет залезть в те места, где, ну, как тебе кажется, что, ну, ты мог пропустить по какой-либо причине какие-то секреты. И ты, ну, как бы сначала идешь туда, чтобы этот секрет взять. Ну, вообще, посмотреть, что там изменилось, поскольку сам уровень немножечко так сказать, стал другим за счет вот этих воздушных потоков. В итоге мы такаемся, что это как бы есть, то есть туда и надо идти, все жидко. Так, а-а-а-а, вот оно что, здесь у нас... Здесь у нас дверь закрыта, ребята. тогда... Тогда сделаем проще, тогда сейчас просто мы погибнем. И давайте поверху посмотрим. потому что и потому что да я помню мы там открывали ну да допустим хотя бы так я помню мы там открывали дверцу рычажочек дергали о ее или как опасно то вообще жизни нет ребята так подожди на вторую платформу нужно все время я отвлекаюсь от хочу договорить и периодически все время отвлекаюсь так ущелье скорби а нам долина ветров тогда ну давайте посмотрим так ну в общем то мы его цели практически давайте мы все же глянем и какие так что-то я совсем уже запутался управлению так 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 ну в общем то вот да все-таки надо было идти по верху посмотрим не зря ли мы это делали я вообще-то здесь был я точно помню что я здесь был но по какой-то причине я не мог здесь пройти не помню я понял возможно да я сюда уже приходил вот он рычаг возможно я здесь уже был могу ошибаться конечно господа но я помню что да в каких-то вот таких вот подземных пещерах я плавал и открывал рычаг чтобы вот здесь вот пройти как раз таки да ладно возможно мне кажется на самом деле потому что так здесь надо на время добежать нет немножко с управлением я не совладал да что ж ты будешь делать-то дружок давай запарил уже ну нет все таки я здесь не был да но крайне очень похожа локация вот на как какую-то из сюжетных буквально здесь вот где-то вот рядышком она тоже ну ладно главное что мы все взяли давай давай да все таки любопытство меня наградила вот так что теперь мы спокойно можем вернуться и дособирать так очухался на так вот эти я точно пока да я там видим кутисты возьму иначе по другому 10 тоже непонятно как ее брать там здесь тоже я вообще не помню кстати говоря да вот здесь тоже так и уже ребятки не конечно не вспомнил я почему я не мог брать потому что периодически я уже возвращался в старые места чтобы забрать все эти вкусняшки но вот здесь вот например у нас экспо да так он помыл а что здесь вообще не так так где эти ребятки давай он как белка убежала кстати то что внизу видели так да вон там есть спасибо так и чо вот это вот и для чего мне это все дальше не могу никак ну не знаю не знаю ладно давайте не здесь вообще как-то кстати можно сохраниться лишь колодец либо здесь крайне просто все это крайне просто все берется либо чего-то не хватает вообще конечно в идеале сюда бы какой-то врага подогнать но ответе а получили очка умений все я понял да я понял так у нас это не было умение и точнее способности ползать по стенам так но здесь здесь не знаю даже чем можно сделать ладно есть тоже непонятно конечно что нам там осталось собрать эссенция то есть как минимум еще две эссенции да ладно тогда давайте мы все-таки продолжим наше путешествие и отложим на потом гриндить сферы и прочее 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 так тут правильная туда правил да точно не за как-то ну-ка 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 что здесь но тут ничего нет так да очень руководством давайте здесь я восстановлюсь давайте пойдем солнечный камень а пойдем тогда найдем этот камешек так этих ребят чистые выйдем и 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 все стенки то есть не просто так хочу проверить на секреты а у теперь кстати бы нам карта уровня не помешал его так а куда она ведет это уровень огроменный просто как это ну как и все впрочем уровне в этой игре ладно пока я сюда не пойду давайте мы все-таки глянем что у нас вообще здесь руны успел давай 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 так а что здесь энергия была да наверно ага вот кстати говоря про лома мы можем и оттуда-то прийти в общем-то ну чтож как пришли так вышли вторая руна так надо жизни взять сказал я не успел это сделать вот так вот в аркадку мы несёмся здесь питанная комната да конечно пузаны пошли крайне тяжелое то есть такие уже противники то жирные в общем то так сколько нам еще два очка ладно ну не знаю как это проламывать все таки все таки нужно какое-то умение просто военка ладно ну а Субтитры сделал DimaTorzok 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 точно давайте так он наш товарищ монт плеер пишет да не не чат у меня включен я просто я просто отвлекся очень да я вижу ты пишешь а что что именно тормозит я не понимаю стрим или что у меня он нормально идет но гладко я сейчас смотрю да у меня даже борт запущенного вроде ну не фризов не самих игровых лагов ничего нет все нормально и что-то вообще себя просто так что на сам стрим чат у меня нет у меня пресед есть просто я не хочу вот этим интерфейс игры загораживать да я все вписал везде где мог вообще красава да я понимаю энтузиазм да ты можешь писать куда угодно на twitch good game я все вяжу тормозит возможно твоем компе смотри небольшое отступление ты по плееру отвечаю сейчас минуту ребята что Продолжение следует... 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 так а здесь у нас вот это вот мы и вернулись а толку не ребята я сейчас смотрю стрим идет нормально без фризов без всего то есть конкретно у меня проигрываться не знаю видео playback не дропов нету нет все нормально возможно ребят не знаю какие-то проблемы у вас на стороне я три-четыре раза просыпался но 3-4 раза ты просыпался ты среди ночи просыпался или что или ты проснулся там 8 9 30 и все него проснуться что именно ты не мог отдавать сохранимся кажется это бог нас бьет не совсем понятно к чему-то но я при принципе понимаю контекст да возможно нет не знаю может быть погода меняется потому что хотя я не очень то то есть вообще никогда не был особо как-то чувствительным к к перемене погоде погоды но наверное все таки с годами это как-то ощущается все-таки не то знаешь как там у кого-то там на коленях там или еще что-то а вот если какая-то промозглая погода да сон сон тянет прям да и боже так ничего так и что мы здесь так здесь ничего нет здесь еще опасно ты не покаялся природа матушка нас опрокидывает ты становишься старее да чувак это действительно так вот это жесть неожиданно так неожиданно большой уровень давление солнечная активность как потом простатит менингит и смерть их игрушки играйся по кассе так здесь наш путь был только для того чтобы показать карту мира окей окей ну а дальше то мне как куда то сюда надо у меня у тебя чат выйди выведем в другом окне да у меня чат другом мониторе просто ну то есть вообще с другого компьютера с ноутбука потому что если одновременно два монитора подключаешь некоторые игры в полноэкранном режиме они и второй экран делают темным то так сказать ну как бы раскрываются на него но не расшариваются так сказать не не растягиваются поэтому в каких-то играх ты реально можешь как бы играть да и в полноэкраном причем режиме либо в оконном ли в полноэкраном и смотреть чат и прочее 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 вот а вот например как орина заблайн форос здесь нельзя то есть когда я полноэкрана запускаешь она вот на двух мониторах запускается но если мониторы к одной видеокарте к одному компьютер подключен поэтому меня стрим статус чат и и прочее прочее просто я через hdmi вывел на моник у меня ноутбук работает чисто как системный блок во первых место мало занимает хотя я старый компьютер то я собрал в итоге вот я недавно занимался этим достаточно мощный компьютер но я не нашел место куда его поставить возможно возможно когда-нибудь в будущем я найду ему применение но пока лишь чё есть то есть так потрясающе классно но вот я сюда припрыгал и чего блин я вообще не поймать что нас сделать эти я разрушить не могу блин вообще не отуплено ладно давайте может попробуем этом ты к вот и еще один такой момент еще один момент когда ты стримишь игру кстати не только стримишь на самом деле давайте пока когда например ты запускаешь два монитора через одну видеокарту и например на втором мониторе у тебя ну как минимум там не за мышка движется еще что-то у тебя фпс на основном мониторе он начинает просаживаться и это это не касается конкретно игры там это просто то есть рабочий стол даже на проком монтируешь и надо ты видишь когда в этом в экране кадр рвется то есть частота кадров не успевает обрабатываться как вы видишь ну немножко рваную картинку такую ну съехавшую . где-то там в центре ну не суть поэтому как бы придумали вертикальную синхронизацию вот но с двумя мониторами она вообще по моему не работает как бы ну то есть работают но плохо плохо поэтому здесь были жизни вот и периодически когда я пытался стримить как раз таки со мной компьютер что каш крайне удобно так как можно ну просто статус программу там bs перетянуть на другой монитор и все но опять же возвращаясь к тому что когда на втором мониторе происходит хоть какое-то действие ну то есть просто движение мышки и так далее то у меня понижается просто fps на основной машине а я не надо сталкивать сталкивать понижается в паспортной машине и идет кадр рвется как будто еще же я делают а как будто вертикальная синхронизация не работает и это не только как бы это не зависит от железо от настроек опять я что-то как этот раз дело ладно вот настроек стрима еще что-то то есть это вот почему-то к это вот байда с драйверами но вообще советуют вы ее не прилетит не пролетит советуют покупать просто абсолютно два идентичных монитора то есть и два идентичных монитора одной фирмы и желательно чтобы в один день это сделать так сказать чтобы ну там дата ревизии правил прошивки за как это правильно сказать чтобы они совпадали вот но вообще на самом деле профессиональные стримеры так не делают всегда один компьютер только под игру и другой компьютер отдельно стримящий то есть ты через hdmi выход подключаешь к своей видеокарте и другой отдельный компьютер у тебя стриме то есть один комп для игры второй ком для обработки стрима и третий комп который выводит статистику чат и оповещение о подписок там но фолловер и сабскрайберы и прочее прочее то есть одного компьютера это вообще жесть это делать ну как бы неудобно в общем то вот я не знаю почему конечно вот в некоторых играх в полноэкранном режиме нормально запускаются что в окон на мне не очень нравится играть и захват каши в оконном режиме не очень хорошие то есть не такой производительный как через директ 3d грубо говоря как же это попасть то вот поэтому стараюсь делать полноэкранный режим но опять же возвращаясь тут две проблемы это не все игры раскрывается в полноэкранном режиме на один монитор то есть достаточно часто бывает что все таки два монитора то есть один просто у тебя темнеет а другой работает а другой игру отображает вот ну и второй момент что даже просто это очень просто проверить если есть два монитора и один ну ади компьютер два монитора просто тупо подключаешь на основном мониторе у которой у тебя просто основной так черный монитор ни разу не было да давайте до вечера хорошего дня продуктивного самое главное ну не знаю у меня тоже черный кран ты знаешь крайне редко бывает но бывает то есть и чаще его не бывает чем он бывает но вот опять же это не только как бы чистым класс это не только как бы но это не проблема это вот так вот почему-то происходит это не только у меня это куча других людей то есть я эту тему давно изучал уже потому что мне крайне было неприятно когда я стримлю с двух мониторов но пытаюсь это делать вот чтобы непосредственно выводить чат вы чат статус ну и да и принципе и чаты и чаты и статистику стрима дашбор так называемого вот но то есть для чего это ну чтобы банально не расходовать ресурс второго компьютера не подключать его вот все проще же как бы с одного делать но именно идут фризы то есть когда какой-то движение на правом мониторе она естественно в любом случае картинка меняется все на и статичном чат идет статистику bs да что-то там вообще ну-ка дверь нужно ребят вот как бы и все время именно фризис стрим то есть на основном мониторе и через директ директ где этот диагностику директа то есть у меня второй монитор работает не 60 герц как должен а 59.830 чем-то и то есть вот это вот сотая доля она мне портит всю малину грубо говоря я пробовал принудительно выставлять выставлять 61 герц как советует но не помогает и в принципе я подумал что проще все-таки действительно одна машина игровая вторая под 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 стрим статус чат и и прочее прочее на самом деле все от игры зависит все-таки игра в оконном режиме она достаточно маленькая например как те же у тебя скида то можно все на одном мониторе вывести также и у меня есть пресет чатика вот под моей вы бочкой но но ну-ка аккуратненько как бы но мне почему-то вот эстетически не очень пока я нравится потому что как-то он все время висит потому что ну я все-таки считаю что главная задача стримера это все-таки показать игру ну там разные люди разные задачи ставят да там не знаю кто-то спидран какой-нибудь да кто-то кто-то там самый жесткий хардон жесткий режим там огонь прохождения да ну то есть как что-нибудь уникальное каждый старается делать так нету камушка вот но в целом как бы все-таки должна же быть но игровая картинка до люди по разным причинам смотрят стрима кто-то смотрит потому что ну ему просто нравится так сказать формат стрима да например сам стример банально шутки там еще что-то да кому-то просто нравится направлен стрима до человек какой-то скилловой игрок и люди смотрят стрима не пытаются они пытаются чему-то научиться что же здесь делать-то вот ну я пока к сожалению не могу отнести себя какому-то формату все-таки конечно такими всякими шуточками играю в какие-то серьезные проекты но не очень хочется просто хочется на самом деле показать красивую игру давайте вы все проще просто красивую игру и пообщаться с вами ребят поэтому пишите не стесняйтесь даже подсказываете вот главное не спойлерить самое главное так как игры большинство игр я с ну как бы впервые прохожу здесь я реально застрял просто не понимаю что нужно сделать вот в общем возвращаясь чатику просто мне кажется он будет не очень и статистически смотреться не знаю посмотрим если будет как бы аудитория набираться и чат активно будет общаться то в принципе почему бы нет но ребята вы пишите я я всегда все вижу что вы пишете поэтому поэтому как бы это не проблема да в общем ладно я извиняюсь я отвлекся конкретно причем я вот вообще просто я просто встал я не понимаю куда мне надо идти просто не понимаю сделать и здесь так сейчас секунду ребят так все нормально так ну давайте повторение мать учения здесь я не могу не как открыть да а слушайте господа господа что если а что если мы попробуем какого-нибудь мобика разрушить стенку кстати да вот это я не подумал но обычно это делают такие знаете зеленые гранаталзавры носороги назовем их так куда мне да давайте попробуем потому что ну просто я не просто в ступоре я не понимаю куда мне нужно идти а а ну-ка да ну держишь господи да есть жиж решение как обычно оказалось простым то есть получается все вот эти стенки да я могу разрушить то есть это и вот эту я могу разом хотя нет здесь я пытался там ворон сидит где ячейка умения нужны именно такие взрывающиеся в общем да можно взорвающиеся ребята игра даже понятия не представляю как давай агрессия нет 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 а не знаю долетит ли она ну чего ты будешь нет так и вообще нельзя звезды понятно надо посмотреть какой у нас будет конечный скилл все-таки у нас он должен быть вот скорее всего мы будем с разбега прыгать что ли разламывать какие-то преграды обалдеть наконец-то жизнь давно не было реально давно не было так да здесь уровне связано давайте мы вот и сохранился и сверху явно что то есть так здесь даже рычаг какой-то что ладно пока пока что я его нажимать не буду мне кажется наверно воздушные потоки будут перенаправлять нет это видим просто секрет открывает давайте проверим так круто круто так если не ошибаюсь мы можем уже мы можем выучить умение да мы можем это сделать давайте так увеличивает мощность духовного пламени погасить пламя хорошо так давайте сохранимся теперь надо бы подумать как же нам сюда попасть судя по всему тоже будет какой-то рычаг потому что недаром выдвижная платформа здесь пока мы идем до пока идем и не на а ячейка жизни да а а вот она чё вот смотрите столбик который мы можем забить кстати говоря ладно так очередная руна интересно да опять 4 руна и дверь боже как это красиво просто посмотрите какой бэкграунд нет художники художники просто молодцы конечно вот что что здешние пейзажи прям действительно завораживают так первое второе а это что такое чего-чего-чего-чего или ударяясь по ней вау так чек энергию взяли так давайте откроем дверь и давай смотри мне не падай так мы справились ребята интересно для чего она вообще нужно пока не понятно так я сам могу разрушить да вот эти все да 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 ну ладно что ж давайте здесь здесь и физически не портал ну да здесь понятно ясно ясно чего это надо все понятно да почему уровень то на самом деле достаточно линейный но вот но вот сам сюжет то есть как передвигаться по уровню вот это приятно что все таки не так не так силенейно то есть надо еще думать куда идти чего делать давай 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 толкай а ведь его наверное могу еще а здесь его 2 внизу вижу так новый враг противник ребят а нет нет как раз жаба какая-то жаба ржачка ржачная понятно камином сразу сюда да все правильно не могу да я сохранится так и так не могу опасное место между расщепит то есть я это сделал так стоп а нет этот камень при поднимется но все же надо сохранить да вот я о чем и подумал сразу что меня же убьет тогда как мне как быть это ребят не совсем не понимаю так но подумать если его нет плотнее наверно получится если нет все равно илья рановато я это все сделал дожди да что мне подскажет я рано это сделал давайте вы знаете что попробуем попробуем все таки сначала вот этот камень поставить вот в эту нишу она поднимется наверх правильно 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 и так ну ладно тогда надо думать а как 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 сделать все это не новость ведь еще происходит моментально погибаю как говорится если это делаешь и все время получать значит попробую что-то другое что-то другое так ладно если мы попробуем от него вот И же можно двигать еще Да господи ты же Ты же ж боже ж мой Ну ладно тогда действительно скорее всего здесь надо делать так потому что там я просто погибаю Главное себя им не привить Так ну-ка давай назад Субтитры сделал DimaTorzok Ну не знаю давай глянем А ну точно да точно как я и подумал Так давай это досвидос да Здесь мы просто забиваем Вот эту сваю И все Так сохраниться по прежнему нельзя Здесь ничего нет Да здесь ничего нет Ой 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 шо ж я делал Так что Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому немножко стрим возможно буферит так сейчас ребята секунду сейчас посмотрим так ребята время начать я не вижу да ну и чё это было то я не пойму ушла на гиба а я же забыл так ну ну лучше не сохраняешься вот так на гиби все нормально видимо видимо ристрим конечно подторможивать возможно все может быть и 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 направо поскольку это ближайший путь к рунам ну и плюсы тупик так отвлекся я прошу прощения а блин вообще один хп ну ладно а ты шел за садом мазохизм да есть надо широкими мазками это делать широкими мазками так отлично ну да действительно надо будет поток воздуха пропустить так у нас уже три руны есть ячейка экспы крайне кстати значит напоминает уровень из червяка отжима первые части когда мы в батискафе летим но подводном аппарате спускаемся в такой под лодочке грубо секрет и секрет ребята это руна а он на дверь кстати на дверь о не показана на на карте вот эта вот комнатка когда мы добыть из кофе пытаемся но под водой соответственно проплыть дальше по уровню и нельзя тоже касаться стенок дабы не разбить стеклянную оболочку так на шипы тебя повинен а перепутал в другую сторону об стенку не подожди стоп давай на шипы фиталати так у тебя мы так уничтожим это вроде как простенький от и говорят все какие вас что Volunteer что что мы их хорошо все что на 52 что Да, да, детка, стопудово. Мощный прожор, удерживайте, ага, показаться не залезать. Ну что, да, у нас с вами все скиллы. Да, так, стоп, а как же, а как же мне вот эти стенки, которые по горизонтали. Так, стоп. А, надо держать кнопку. Кнопку А, кнопку прыжка нужно просто держать. Тогда персонаж... Да, теперь мне все понятно, как это все делается. Но, прежде я все-таки хочу сохраниться, потому что... Потому что да. Так, ну что это нам дает? Вот, во-первых, мы вот эту штучечку можем взять. Ну и по идее вот это тоже. Я далеко прошу, хотя, учитывая, что все по кишке летим... Да, все-таки... Пойду я сразу возьму. Кто знает, возможно, когда мы дойдем до... Когда мы дойдем до самого конца этого уровня, то... Илевский может быть вернуться, потому что бывали случаи, когда вернуться уже нельзя. И, честно говоря, не очень хочется рисковать. Все-таки, да, попробую вернуться. Жизнь и экспайт святой, ребят. Так, ну и все. Просто падаем. Так, здесь главное... Так, вот это мы пропускаем. Да. И налево. Да, справа. У меня сейчас самого власта не отбросит, потому что... да. А-а-а-а-а. Ну куда ты отходишь от меня? Иди сюда давай, толстопус. фух лично так насчет дружок давай-ка ты это личный чайка жизнь да опять же почему потому что здесь все таки вот это вот даст нам опыт взять да но точно точно как я и сказал сразу прям как предвидел так тогда кури за проем до возьмем ее так берем жизни да пауки как жестковато вообще некоторые мопчики пошли жесткие уже тяжеловато с ними все тогда возвращаемся на наш этаж обратно туда я пошел да да шо ж такое то так срочно берем жизни а так я там и не пройду ну ладно полетели осторожненько так красота 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 летом так давайте а ноги я запутался в кнопках Продолжение следует... Вот так. Продолжение следует... 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 Так, а я не понял... надо пауком да это делать так-так-так-так запутался я в клапках давай ну давай пуза классно тогда здесь можно сохранить ученки нет тебя мне было двое то нам пригодишься так понимаю очень здесь а 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 ладно погибай Таааа... Продолжение следует... Ну что, друзья, вот мы и подходим к завершению этого задания, я так понимаю, ничего нету здесь. Вот она че, вот она че. Блин, какая же красотенья. Ну-ка, если... Ну да, погибну, конечно, скорее всего. Круто. Блин, вообще, конечно, левел дизайн и вообще дизайн уровней, сами бэкграунды просто восхитительно. Сань, как с вашим лучи, да? Не просто вот нарисовали там 2D спрайт какой-то, а прям конкретно, то есть санимировали. Круто. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, друзья, ну... Судя по всему, что вот это вот... Гора... Гора Хору... Это уже последний уровень в игре. Ну, мне почему-то так кажется. Ну, скорее всего, да. То есть, это логично. Так... Тогда... Тогда... Я сейчас сохранюсь и... Сразу не пойду вот в эту локацию. Нужно собрать недостающие умения... Сосуды жизни и энергии. Так сказать, чтобы на финал прийти подготовленным. Так, давайте небольшая пауза, минут пять, и продолжим. Так... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...